Ленин, Синовьев, Троцкий, Каменев, Сталин Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok 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 и монтажом этого фильма. А всему, всему головой, или главное, это были, конечно, исторические исследования. Просмотр огромного числа кинохроники, чтение исторических документов, фонограмм, и, конечно, изучение кинохроники, кинохроникальных кадров. И когда мы смотрели исторические кадры, кадры, где запечатлели наши герои, то я исходил в окончательном отборе из того, что это не публицистическое, и не документальное, не исторический фильм в чистом виде, это художественное произведение. Поэтому меня, конечно, в первую очередь интересовали образы характера моих героев. Я не выступаю ни судьей, ни прокурором, ни защитником этих исторических персонажей. Я пытаюсь, как художественный автор, понять человеческую сущность этих людей, но и в чем-то разобраться, конечно, в исторической части. И поэтому, когда, еще раз подчеркиваю, когда мы отбирали кинохронику и смотрели кинохронику, я в первую очередь выбирал те изображения, те элементы, фрагменты этого материала, где проявлялись эмоции, какие-то проявлялись черты характера моих героев. Иногда это было трудно, потому что все же это исторический деятель, все же это политики, и все же это было, как правило, абсолютно протокольная, специальная съемка, в которых наши герои редко проявляли какие-то качества. Но проявляли. Но мы замечали и видели это. Задается вопрос о форме этого фильма. Но должен сказать, что я давно переболел болезнями превалирования форм над содержанием, и очень давно уже для меня содержательная сторона является главным объектом и субъектом моего фильма. Поэтому, как только было создано некое художественное литературное повествование, некий сюжет, некий сценарий, стало понятно, что форма будет подчиняться этому субъекту. И поскольку содержание свободно, содержание эмоционально, то и форма должна меняться, и быть также свободной, и эмоциональной. Если бы содержание имело другой характер, если бы оно имело другое напряжение внутреннее, другие цели, если бы это была публицистика, конечно, это оказало бы огромное влияние и на отбор материала, и на форму, и на изложение материала. Сразу скажу. Как я смотрю на применение современных техник в процессе создания фильма, и может ли привести эти новые техники к новой киноэстетике? Без сомнения, конечно. Конечно, конечно. Но я наблюдаю, что с объявлением власти цифрового изображения над прочими формами, над плёночным изображением объявления власти цифры, мы всё дальше и дальше начинаем подменять и оттеснять собственного человека. Известный мастер американского кино, который создаёт вот эти вот фантастические фильмы, которые полностью основаны на подмене человека электрическим сигналом, электрической схемой. Это такой путь, у которого виден уже финал. Это не долгий путь, это не дорогая, далёкая дорога. Она скоро закончится. И вопрос только в том, как трудно или нетрудно будет возвращаться режиссёру, опять к живому человеку, к настоящему живому человеку. Ну, когда мы пытаемся ввести диалоги по поддикфейкой и прочих способов, которые сегодня широко, наверное, используются кино, и которым прочь очень разнообразное и широкое использование, то я могу сказать на это только небольшое замечание сделать. Всё же у нас нет права подменять человека. Мы ещё о человеке слишком мало знаем. Рано. Я надеюсь, что этого никогда не произойдёт. Когда мы откажем актёру вправе проявлять свой талант, откажем режиссёру вправе искать внутри человека истинное, глубокое, глубокое, запрятанное в нём художественное, а иногда и психофизическое состояние, мы погубим искусство, визуальное искусство. Всё же, ещё раз подчёркиваю, мы так мало знаем о человеке. Мы так знаем мало о тех причинах, которые вызывают те или иные поступки, мотивации и проявления характера. Мы вообще очень мало знаем о человеческом характере. Мы не изучили даже мозг человека. Мы не знаем пути сложения эмоций человека так по-настоящему. Мы, в общем, о человеке слишком мало знаем. Что стало внутренней причиной использования этого изображения и вообще кинохроники. Всё, наверное, просто, потому что кинохроника сохранила истинный настоящий облик этих людей, истинный настоящий характер этих людей. Я не верю, что когда-нибудь будут актёры, которые смогут столь убедительно донести до нас внутреннее содержание, внутреннюю сущность этих героев. Даже если эти герои не столь значимы исторически, не такие известные, исследованные, как бы. Всё равно главное-главное таинство, главная причина действий содержается в их внутреннем сознании, в их внутреннем облике. Кинохроника позволяет нам предложить этим людям выступить своими адвокатами, своими защитниками, защитниками своей природы. Они сами, если угодно, исполняют роли в этом художественном замысле. И они сами, на мой взгляд, выглядят очень убедительно в этих своих ролях. Они готовы прожить ещё раз на киноэкране для вас, для меня, для наших зрителей эти роли, и готовы защищать себя. Они готовы это делать, потому что они заплатили слишком большую цену за проявление своих характеров, своей воли, своей стихии воли. Они заплатили огромную цену своей смертью. В нашем фильме наши персонажи – живые люди. Они такие, какие они были в жизни. Я могу отвечать за это, потому что многие годы я думаю об этом, многие годы я размышляю, наблюдаю за процессом. И многие годы для меня очень-очень и очень важно понять, что происходит с человеком, когда в руках у него власть. Власть над отдельным человеком. Или власть над миллионами людей. И что мы должны понять, или какой вывод мы должны сделать из того, что мы в тот или иной исторический момент вручаем власть над собой, над историей, над войной и миром этим людям. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...